Одну из самых жестоких и масштабных ОПГ страны сколотил Сергей Тимофеев, главный крёстный отец 90-х. В криминальную историю России он вошёл под кличкой Сильвестр, так как уважал боевики с Сильвестром Сталлоне. Организованная преступность – это как Сергучёвая печать на России. Отобьёшь, а кусок всё равно останется. Сергучёв. Она ушла в экономику. Ну, первый путь туда сделал, или один из первых – это Сильвестр. Родился Сергей Тимофеев в деревне Клин Новгородской области. Работал после школы трактористом. Он был очень такой отзывчивый, его любили селяне. Он был правопослушный комсомолец, видимо, да, потому что он организовал ДНД, дружины народные, и боролся с правонарушениями. Тимофеев служил в элитном кремлёвском полку. Потом стал лимитой. Работал на столичном заводе, жил он тогда в Орехово-Борисове. Подрабатывал в местной качалке, где и нашёл своих первых бойцов. Человек занимался спортом, гирьки, гантельки, турничок. Он был физически развитый. Люди Сильвестра сначала потрошили ларёчников и владельцев кафе. Потом взялись за бизнесменов посолиднее и отработали технологию запугиваний и жестоких пыток. В банде сложился непреложный закон. Если ты не можешь поставить утюг на живот или сбить на глазах у родителей ребёнка, то сразу с позором выбываешь из команды. Орехи убивали безжалостно, всех подряд. Не жалея случайных свидетелей и людей невинных. И взрастили несколько киллеров, которые вошли в историю криминальной России. Алексей Шерстобидов. Сначала работал на Медведковскую ОПГ. У него была кличка Лёша Солдат. Потому что он был профессиональным военным и закончил Академию имени Фрунция. Был метким стрелком и хладнокровным человеком. Он был знакомый. Встречались мы с ним 25 января, не помню какого года. Он мне говорит, Лёха, хочешь статистику узнать? Я говорю, какую? Ну сколько вот мы за это время? Мы, я так понимаю, что орехские, детские, все вместе. С Нового года народ завалили. Я говорю, сколько? 25 человека. Вот 25 дней, 25 человек. Вот такая статистика. Следователи не знали, кого искать. Они не имели фотографии и описания внешности профессионального убийцы. Лёша Солдат не выходил на улицу без грима и был дьявольски хитрым человеком. Он мог появиться с усадью. Мог появиться наглого обритым. Мог появиться с каком-то парикем. Он умел даже менять походку и даже рост он умел мимикрировать каким-то образом. Он однажды пришёл на встречу в Поповской Риасе. Он оставлял милиции множество ложных следов. Чужие плевки и даже кровь. Отпечатки чужой обуви не своего размера. Мог сидеть в засаде двое суток. Это он по заказу Сильвестра убил всемогущего Атари Квантришвили, когда тот шёл из любимых краснопресненских бань. А в 96-м убил вора в законе Андрея Исаева по кличке Роспись. Взорвал рядом с ним машину. Кроме росписи погибли две школьницы, гулявшие рядом. Вот я сейчас остался, вот на сегодняшний день я остался жив, и ещё один человек остался жив, вот из таких же. Все остальные, ну, где-то лежат в каких-то лесах. Вот. Такой процент выживаемости не очень хороший. Лёша-солдат понимал, что рано или поздно начальники его убьют. Слишком много он знал, и попав в руки милиции, киллер мог сдать их с потрохами. Поэтому он с большим удовольствием принял заказ от братьев Пылёвых на убийство лидера Орехов Григория Гусетинского. Можно сказать, жили с ним, как бы, его ритмом жизни. Следили за ним, ну, в общем, были с ним в одних и тех же местах. Вот ходили, кружились, а сделать ничего не могли. В руки милиции он попал в 2003-м, и следователей поразили слова профессионального убийцы. Он говорит, нет, я отказываться ничего не буду, я убивал, и теперь я, честно, во всём признаюсь. Мне это всё надоело, и, в общем, хочу за это всё ответить. Он мог получить пожизненное, что на языке криминального мира называется пыжиком, и страшно этого боялся. Поэтому и признался во всём. Окончательное наказание Шерстобитова назначить в виде 23-х лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый, понятен ли вам приговор суда и срок назначенного наказания? Понятен. Осенью 2014 года в Москве судили серийных убийц и предводителей Ореховской ОПГ Дмитрия Белкина и Олега Пронина. Главного свидетеля обвинения защищала известный адвокат Татьяна Акимцева. И она просила о госзащите. Женщине было очень страшно. Орехи угрожали ей расправой почти каждый день. Они, например, привозили на улицу Гашику в её дом гроб и ставили в подъезде. Но, к сожалению, наша судебная вот эта машина работает настолько медленно, что её просто в тот момент не успели взять под защиту. Ореховская ОПГ всегда отличалась железной иерархией и внутренней дисциплиной. Нишечины пехота. Над ними бригадиры, руководители боевых подразделений, которые имели доступ к главе группировки. И каждый из них прекрасно знал – ошибки караются жестоко. Малейшее отступление, малейшее опоздание или прокол, как они говорили, он карался жестоко, но даже смертью. Их предводитель Дмитрий Белкин был двинут на здоровом образе жизни. Один день в неделю отводил бойцам на чистку организма. Все были обязаны делать клизмы. Под строгим запретом была наркота. Если кто-то начинал торчать, его быстро сдавали узнавшие об этом другие орехи. Как правило, Белкин давал приказ наркомана уничтожить. Бандиты вводили коллеге смертельную дозу героина, и каждый знал, что так будет с каждым. Белкин говорил, друзей должны убивать друзья. Это его любимая поговорка была. Даже незначительный намек на предательство или воровство из общика – ошибка, которая привела к гибели других членов ОПГ. Это вело к смертной казни. Член ОПГ Андрей Пылев заставлял играть свою жертву в шахматы. И во время игры решал, стоит ли оставлять ее в живых. И если убивать, то как? У него была интеллигентная внешность. Он заведовал Вариховской ОПГ финансами. И со стороны был похож на приличного гражданина. И вот когда был суд над ним, даже присяжные заседатели чуть ли не оправдали его. Он сидел такой, как ангелочек, невинный, в очочках такой, бухгалтер. Пылев оказался на скамье подсудимых в 2005-м. За бандитизм и пять доказанных убийств ему дали 24 года. Но через два года Мосгорсуд пересмотрел приговор, так как вскрылись новые преступления бандита. И Пылев получил пожизненное. Один из тех, кто был в Ореховской группировке, это Александр Солоник. Александр Солоник мог бы сделать блестящую карьеру в шоу-бизнесе. Так нравились ему слава и аплодисменты. Но стал одним из самых известных киллеров России. Он родился в Кургане. Папа работал в локомотивном депо. Мама была санитаркой. Любил спорт. В 18 лет отправился в армию. Потом устроился в милицию. Денег там было мало, и Солоник подался в землекопы на кладбище. И вот на этом кладбище Солоник знакомится с будущими лидерами преступной группировки. И они впоследствии организовывают первую банду, а затем самую крупную ОПГ в Кургане, которая в Москве стала известна как Курганская. В 27 лет его обвинили в изнасиловании. Но он бежал из зала суда. Он переехал в Москву, и Селивестр взял его в Ореховскую ОПГ. Солоник исполнял заказы руководителя этой преступной группы, то есть устранял конкурент. В 94-м он убил лидера бауманской братвы Бабона. Потом тюменского авторитета Мамонта. И еще одного вора в законе по кличке Глобус. Всего он грохнул 20 представителей криминального мира. В июне 95-го особо опасный рецидивист Александр Солоник сбежал из СИЗО матросской тишины. И шикарно устроился на виле Оси Буторина, занявшего после смерти Сильвестром место лидера Ореховской ОПГ. Но Оси напичкал хоромы жучками и прослушивающей аппаратурой. Буторин обладал, можно сказать, маниакальной подозрительностью. То есть он подозревал всех. Даже близкие, так сказать, приближенные к нему люди на 100% не вызывали ему доверия. Он всех подозревал. И братья Пылевы однажды получили прослушку, в которой Солоник возмущался, что братва плохо греет его после побега. То есть выделяет мало денег. Пылев говорил, вот видите, он уже тренируется в стрельбе, уже на наших фотографиях вместо мишени. В Греции Солоник проживал с моделью Светланой Котовой. И Буторин послал к нему убийц, которые тоже были членами Ореховской ОПГ. И подозрения у Солоника вызвать не могли. Гусев нанес удар Солонику в лицо, отчего тот упал на пол. В то время как еще один из активных членов Ореховской преступной группировки пустовалов, Александр Сергеевич, находясь сейчас под стражей, удушил его шнуром синтетическим. Жестоко была убита и Светлана Котова. Тела штатного киллера Орехов и его подруги расчленили и закопали в землю подоливой. Пока жертвы бились в конвульсиях, за ноги их держал крепкий парень Александр Шарапов. Вы были в курсе, что вы в федеральном розыске? Я без адвоката не буду давать никаких показаний. В федеральном розыске он находился 17 лет. Александру Шарапову вменяют минимум 6 доказанных убийств. А где вы были последние 17 лет, вы можете рассказать? Нет. В отличие от других бандитов, он скрывался не в Испании или Эмиратах, а в деревне во Владимирской области. Родил 6 детей, стал прихожанином местного храма. Но за его поимку полиция объявила премию в миллион рублей, и он себя обнаружил. Скорее всего, замыслил переезд. Стал названивать Орехом, чтобы прислали денег. И помогли избежать тюряки. В итоге, его задержали, и у него больших усилий прикладывать не пришлось, потому что у него паспорт Советского Союза на его же анкетные данные с его фотографией. 12 сентября 2014 года адвокат и страшный враг Орехов Татьяна Акимцева решила заехать домой переодеться перед светской тусовкой. Она жила на даче. В квартире бывало редко. Но Орехом был известен каждый шаг адвоката. На машинах Татьяны стояли также маяки, которые в общем-то в онлайне показывали, куда направляется именно фигурант, интересант данного дела. Камера видеонаблюдения сняла несколько кадров. Убийца подбежал к Акимцевой вплотную и выстрелил сначала два раза в голову, а потом в грудь беззащитной женщины. Расстрелял водителя и скрылся, прихватив портфель с документами по делу Орехов. Заказчиком, конечно, был Дмитрий Белкин. Они считали, что если не будет, нет человека, нет проблем. Водитель умер сразу. Акимцева прожила еще несколько минут. Истекая кровью, она пыталась доползти до подъезда дома номер 6 по улице Гашика, где не могут это забыть до сих пор. Это, наверное, один из самых трагичных, наверное, так скажем, процессов, потому что в рамках этого процесса из шести юристов, шести адвокатов, свидетелей, которые тем или иным образом принимали участие, было расстреляно пять человек. На место преступления приехала дочь погибшей. Дима, мам! Уйдем, блин! На похороны адвоката Филипп Киркоров прислал красивый венок, а Яна Рудковская плакала, как будто убили родного ей человека. Помогла мне очень по жизни во многих моментах, и которая всегда поддерживала, была бескорыстна. Дата гибели Акинцевой 12 сентября совпала с последним днем на земле первого предводителя орехов Сергея Тимофеева, знаменитого Сильвестр. И многие убеждены, что это было сделано бандитами специально, в память об отце-основателе их ОПГ. После страшного взрыва его Мерседес превратился в груду обгоревшего железа. Считается, что Сильвестра погубила война с Борисом Березовским. У Сильвестра был банк. Баб разместил в нем миллиард рублей. Потом захотел забрать. Бандиты не отдали. Березовский побежал в милицию. И Сильвестр дал приказ штатному киллеру уничтожить олигарха. Но в последний момент его отменил. Уже кричал, бороться, орал там буквально трехэтажным матом, что все, стой, все, 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 Леха, все, все. Через несколько дней машину Березовского взорвали рядом с его офисом на Тавелецкой. И олигарх был ранен и страшно напуган. В 10 сантиметрах от меня передо мной оторвало голову моему водителю, да? Это была открытка о том, что не надо Борису Абрамовичу обращаться в правоохранительные органы. И Березовский после этого заказал Сильвестра. Но есть и другая версия, что главу Орехов уничтожил его близкий соратник по ОПГ Сергей Буторин. В криминальном миру просто ося. Простой деревенский парень. Ужил в Одинцово, в стройбате. Дослужился до прапорщика. Вот. Боксом занимался. А потом он начал убивать и грабить вместе со своим младшим братом. Летом 90-го года ограбили известного коллекционера, антиквариста. И похитили большую коллекцию живописи антикварных изделий. По оценке где-то на сумму около 9 миллионов долларов. Этот подвиг оценил Сильвестр. И пригласил его в свою ОПГ. Не ведая, что принимает на работу своего могильщика. Буторин страстно хотел стать главой криминальной империи Сильвестра. И действительно мог убить своего шефа. После убийства Сильвестра, его, значит, собранные бригады начали делить его наследство. И наследство Сильвестра было огромным. К середине 90-х Орехи контролировали уже сотни магазинов, ресторанов и автосалонов. 30 банков, 20 огромных торговых фирм. Почти все крупные рынки столицы. Когда надо было этими финансами управлять, вкладывать их, куда-то там сберегать, приумножать. Орехи раскололись на несколько мелких бригад. И казалось, что теперь их гораздо легче поймать и отправить за решетку. Вот бойцы СОБРа врываются в помещение на Воронежской улице, где члены ОПГ проводят очередную сходку. И кладут на пол сразу 17 человек. Обустроились бандиты отлично. Качалка, сауна, спальни для развлечений с девушками. Здесь же силовики находят оружие и пачки денег. Вот те, кто сейчас живет, молодые люди, они никто не помнит об этом. А ведь тогда дня не было без похищения людей, без взрывов, без расстрелов, без потасовок массовых. После смерти Сильвестра начинается просто массовый падеж главарей мелких и крупных ОПГ. Они гибнут один за другим. И появляются слухи об организации «Белая стрела», которая создана специально для расчистки России от криминальной нечисти. Есть какой-то спецназ тайный из хорошо подготовленных сотрудников правоохранительных органов, которые по команде сверху убирают тех или иных людей. Но «Белая стрела» была не нужна. Главари ОПГ и раздробленных подразделений банд сами уничтожали друг друга. Шла безжалостная борьба за власть и, главное, огромные деньги. Свои же застрелили с десяток бригадиров, которые были близки к Сильвестру. Погибли дракон, культик, двоечник. Старая запись. Братья Пылёвы отдыхают в Паттайе вместе с Григорием Гусетинским, который хотел занять место убитого Сильвестра. Пьют дорогое шампанское, нежатся в море. Вскоре братья закажут кореша. В ПГ Ореховске представляли, по-моему, собой крысы в банке, в бочке. То есть, если бы вот это безвремение, лихолетие 90-х годов продлилось до сегодняшнего дня, я думаю, там бы никого не осталось. Они друг к другу пристреляли бы. В 2014-м во время суда над Белкиным и Пронином погибло 6 адвокатов и свидетелей обвинения. И судье нужно было собраться с мужеством перед оглашением приговора. Пронин вставать не стал и слушал все сидя. Ему дали 24 года, а Дмитрий Белкин на свободу не выйдет никогда. Суд приговорил Белкина Дмитрия Константиновича признать виновным в совершении преступления, по совокупности преступлений, окончательно наказание назначено в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в устроенной колонии особого режима. Это для нас была, конечно же, победа, потому что, в общем-то, мы добивались, чтобы наказание было максимально жестким. И, в общем-то, после того, как этот процесс закончился, я вышел из всех дел с чувством, в общем-то, выполненного долга перед, в том числе, Татьяной. В августе 1997 года в Москве пропал лауреат государственной премии, известный архитектор Владимир Гинзбург. Он жил в престижном доме на Ростовской набережной. Но одна строительная компания, с которой плотно сотрудничали Орехи, решила построить вплотную огромное здание. Гинзбург и его соседи взбунтовались. Точечная застройка тогда возмущала многих жителей центра города. Архитектор собрал подписи и поехал с этой бумагой к мэру Москвы Лужкову. Представьте, вы десятки лет живете дома, и вдруг ваш великолепный вид, раскрывающийся на противоположный берег Москва-реки с Киевским вокзалом, красивая панорама, и вдруг ваши окна закрывают новый дом. Орехи напали на Гинзбурга прямо возле подъезда его дома. Сильно избили и посадили в машину. Во время очередного суда над Орехами один из членов ОПГ Дмитрий Усалев дал показания. Летом 97-го года мне позвонил Полянский Марат и сказал, чтобы я вместе с Владимиром Масленниковым подобрал место и выкопал яму. Я без объяснений тогда понял, что яма нужна, чтобы закопать чей-то труп. Усалев подобрал место возле эстакада на пересечении Минского и Можайского шоссе. Избитого и измученного архитектора подвели к краю его могилы и напоследок подвергли новой порции издевательств. Смерть Гинзбурга была просто страшной. Задушили, разделили до трусов, бросили в эту могилу, зарыли. Потом нашли какой-то старый забросенный остров Запорожца и поставили на это место. Убийство проходило под строгим контролем Марата Полянского. И на суде он сдаст своего босса, сидящего рядом на скамье подсудимых. Он подтвердил рядом с Буториным, что я действовал по указанию Оси Буторина. Но Оси Буторин ни в чем не признавался и откровенно издевался над судом. Ему предъявили обвинение в 36 убийствах и покушении на жизнь 9 человек. А он отрицал все с наглым выражением лица. Как сказал Буторин уже после суда и вынесения приговора, я ни о чем не сожалею, ни в чем не раскаиваюсь. Буторин провел масштабную реформу в империи покойного Сильвестра. Сократил количество членов ОПГ, но зато заметно подтянул их качество. Тупых качков среди орехов стало гораздо меньше. Главные роли Ося отдал бывшим силовикам. Спецназовцам ГРУ, МВД и ВДВ. Расширил зоны влияния и залез в новые сферы бизнеса. Приказал братве снять растянутые спортивные штаны и свести татуировки. То есть никаких цепей золотых, никаких колец, никакого жаргона блатного, никаких наколок. А исключительно стильные костюмчики, вежливая культурная речь и хорошие манеры. Но в 96-м году Буторин понял, что над ним сгущаются тучи и за ним по пятам идет московский уголовный розыск. И он инсценировал собственные пышные похороны и сделал себе фальшивую могилу на Николо-Архангельском кладбище. Вторым шагом он, чтобы окончательно, что называется, стереть свое лицо с лица земли, сделал пластическую операцию. Как и многие другие короли преступного мира, Ося Буторин перебрался в теплую Испанию. И с середины 90-х по сегодняшний день в этой стране идет масштабная война с русской мафией, победить которую невозможно. Есть достоверные данные, что они активно руководили своими подразделениями из-за рубежа. Есть достоверные данные о том, что они эпизодически приезжали в Россию. И там по поддельным паспортам законспирировано для решения каких-то таких вопросов. В Испании Буторин и Полянский вели роскошный образ жизни. Ося говорил, что тратит 200 тысяч долларов в месяц. Он чуть ли не каждый месяц покупал себе новый дорогой автомобиль. Спускал деньги в казино и на элитных проституток. Его сгубили пристрастия к ночной жизни и женщинам. Если бы не это, его бы не вычислили с такой легкостью. Расследование испанской полиции пришло к выводу, что он мог скрываться в одном укромном местечке под Барселоной. И мы сделали вывод, что он был завсегдатаем определенного борделя. Его схватили после бурно проведенной ночи. Ося никакой опасности не чуял. В Испании он, как говорится, в какой-то момент расслабился. И полиция очень быстро доказала, что перед ними мертвый лидер Орехов. Классическую операцию это сделать можно, но отпечатки пальцев, имеющиеся следствию, например, изменить невозможно. Марат Полянский крутил любовь с красавицей, которую звали Ева. Она работала надзирателем в местной тюрьме, куда Полянский как-то загремел на два года. Но в 2011-м Полянский вместе с Осей Буториным был экстрадирован из Испании. И оба Ореха сели в России на скамью подсудимых. На суде они жали друг другу руки и улыбались, всем своим видом показывая, что считают происходящее цирком. Оси все время твердил, что это настоящий произвол. Сказал, что по какому праву вы меня судите, поскольку меня нет уже, да? Это не я. Полянского поддерживала его возлюбленная, которая бросила работу в Испании и летала в Россию на каждое заседание суда. И надеялась, что Марата оправдают. Можете представить, как эта женщина, проработав много лет, будя фактически главным надзирателем, смогла связать брак, бросила все. Адвокат Полянского пытался образумить ее и говорил, что он точно сядет. Но женщина собиралась ехать за ним куда угодно. В Барселоне у меня есть двухэтажный особняк, я его продам, приеду в эту колонию, куплю домик около этого забора, вот, рожу от него с ребенка. Полянскому дали 19 лет тюрьмы, а Осип Буторин услышал, что пробудет за решеткой до конца своих дней. Понятен, приговор с тобой? Сильно, да? Но на этом история не закончилась. Работа по расследованию преступлений Орехов ведется каждый день. И конца, и края ей не видно. В настоящее время более 60 дел соединено уголовных. То есть огромные объемы, расследование продолжается до сих пор. И до сих пор находятся люди, ранее объявленные в розыск, чья причастность к совершению преступлений доказана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова